теннис спорт или большой бизнес как зарабатывать на этой игре мы сегодня общаемся с александром долгополовым первой ракеткой украины александр спасибо что согласились с нами пообщаться расскажите на каком этапе творческой карьеры не знаю развития теннисиста наступает момент что он переходит из любителя или просто игрока в теннис в самом деле человек который начинает на этом зарабатывать деньги наверное зависит от страны то есть опять же если это страны в которых развит теннис где есть там большие турниры большие шлемы это там с 12 из 14 уже федерация все покрывает то есть никаких расходов у тебя нету если ты один из лучших там в своем возрасте то их покрывают у нас к сожалению это все на каких-то личных связях то есть если родители кого-то знают или так получилось что кто-то на тебя обратил внимание из спонсоров тогда может быть тебе повезет и тогда тебе дадут каких-то денег в возрасте таком в основном конечно это ну зависит от страны по поддержке федерации то есть за рубежом скажем так в европе есть возможность получить финансирование непосредственно от внутри государственных каких-то теннис теннисных организаций а у нас получается нет и за рубежом это как-то регламентировано на уровне законодательства не знаю может быть эта поддержка ну этим занимаются просто этим там люди увлечены теннисом поэтому есть четкие организации федерация тенниса у нас она спонсируется частными людьми то есть это деньги не государство государство там выделяет какой-то по моему миллион гривен что них недостаточно даже чтобы провести я не знаю чемпионаты украины какие-то на которых в наше время уже никто не играет то есть там собираются буквально 20-30 теннисистов там в мое время было там по возрасту только 50 100 человек которые постоянно играли за границей до этим занимаются федерации то есть они выбивают деньги у государства у частных каких-то спонсоров и потом создается бюджет и они его распределяют уже по там самым талантливым детям грубо говоря теннисист становится командным игроком и его команда это его федерация ну даже да где-то так получается что но мы не видим такого чтобы кто-то без видимых причин там отказывался играть кубок дэвиса за границей или как-то с федерацией был в плохих отношениях потому что они с детства спонсируют то есть естественно ты им уже изначально должен по поводу скажем так доходов теннисистов на чем за счет чего живут теннисисты за счет побед в турнирах либо спонсорских каких-то программ да к сожалению сейчас побед турнир больше призовые то есть живем за счет призовых раньше это было больше спонсорские деньги то есть раньше много теннисистов получали приличные гонорары спонсорские то есть за одежду за ракетки сейчас это в основном бюджет на топ-5 топ-10 то есть остальные там получают там если ты в топ-20 в топ-30 мира ты имеешь какие-то деньги там за приезд куда-то за какие-то мероприятия то сейчас там если ты стоишь ниже топ-30 в мире то ты можешь рассчитывать только на призовые если ты стоишь ниже 100 то еще играют клубные матчи есть в европе клубные лиги тоже там какие-то деньги получают но грубо говоря там если ты ниже ста стоишь и у тебя имеется тренер то ты почти в нулях ездишь с чем связано такое изменение ситуацию говорите раньше можно было на гонорарах и премиях от компании как бы зарабатывать сейчас только на турнирах мне кажется что что компании поняли что можно платить четырем-пяти людям и на этом экономить то есть лучше платить больше этим людям которых они распиарили которые звезды мега масштаба и на остальных они не распыляются то есть они пытаются все деньги но заполучить вот пять человек грубо говоря там федоров на далее джокович мюррей и все какие основные затраты у теннисиста получается у меня допустим работает постоянно физиотерапевт если есть тренер то и тренер то есть это надо оплачивать всю команду мы летаем там от 30 недель в году минимум и надо оплачивать все билеты все отели плюс зарплата то есть ну у меня выходит где-то наверно от 200 до 300 тысяч долларов я трачу только на свою команду это код это учитывая то что у вас команда ну по меркам первые сотни не самая большая насколько я знаю у первой пятерки десятки у них в команде может быть до шести там или даже десяти человек у первой пятерки действительно так но опять же они зарабатывают там я не знаю вот от пяти и выше миллионов в год то есть им это как-то полегче плюс опять же со швейцарии то есть у них у них другие контракты если грубо говоря ты там с украины то меньше ты получаешь на контрактных деньгах поэтому кто с европы кто с америке с австралии у них совсем другие условия по контрактам по сделкам и естественно они возят там кто психологов кто стрингеров кто они себе это могут позволить если там игрок стоит 70 то в основном ты его видишь только с тренером то есть даже физиотерапевта или врача какого-то ты вряд ли увидишь у них некоторые теннисисты жалуются на то что несмотря на неплохие гонорары после уплаты налогов они чуть ли не в минус уходят вам знакома такая ситуация ну это реально так то есть реально если посмотреть человек 80 90 в мире зарабатывает там пусть будет 300 400 тысяч долларов в среднем налог на каждом турнире 30 процентов это сразу минус 100 150 тренер даже самый скромный это минимум зарплата я не знаю от 60 до 100 тысяч долларов плюс все его расходы там еда перелет отель и вот получается что у тебя осталось там может сто или пятьдесят которые ты тратишь там где-то на себя где-то там опять же себе надо ездить тоже ты покупаешь билеты на длинные перелеты стараешься летать бизнес-классом потому что нужно подготовиться к турнирам поэтому все набегает и если ты стоишь 80 100 тут и грубо говоря почти в нулях если ниже то бывает и в минусе по карьере теннисистов сколько до скольки лет в среднем играют теннисисты и что дальше все-таки если ты хотя бы в топ-100 и у тебя есть какие-то накопления это какой-то бизнес чем обычно занимают теннисисты или становятся тренерами которые зарабатывают те те же 100 тысяч в год в основном да это тренерская работа какие-то что-то связанное с теннисом то есть мы отдаем этому почти всю жизнь мало кто успевает и образование хорошее получить и и в теннис играть поэтому в основном остаются рядом с теннисом кто-то федерацию идет работать смотря в какой стране опять же если федерация развита то обычно всегда находится работа теннисистом то кто-то тренирует кто-то еще чем-то занимается зависит от того сколько ты реально смог накопить денег то есть если ты опять же стоял 80 ты почти в нулях был то вряд ли ты там я не знаю больше пару сотен тысяч долларов накопил учитывая что еще у многих есть допустим спонсорские контракты когда они только выходят в тур они уже обязаны спонсором отдавать какой-то процент кто экспонсировал с детства то есть у каждого ситуация разная естественно если ты стоял там в десятке или в двадцатке то ты там мог накопить там 5-10 миллионов долларов и заниматься то чем тебе нравится кто стоит ниже это не такие суммы которые там особенно если ты живешь в европе где там какая-то квартира стоит миллион евро то это не те деньги которые ты там пришел и можешь любой бизнес открыть то есть все красиво на на бумаге а по факту то есть остается гораздо меньше чем чем показывает наш заработок спорт как большой бизнес на чем зарабатывают теннисисты нам рассказал александр долгополов первая ракетка украины спасибо за ваше внимание с вами был александр кулевава специально для дука скопе тиви из киева